Здравствуйте, меня зовут Виталий Дики, это канал Дики Лайв. Спасибо, что вы с нами. Как всегда, у меня интересные гости. Я из нас на тему с большим удовольствием представляю Гарри Табаха, военного эксперта. Здравствуйте, Гарри. Здравствуйте, здравствуйте. Я не знаю, я эксперт, но я имею кое-какой опыт. Человек, который имеет опыт и может компетентно проанализировать ситуацию, он является экспертом всеволе всех вопросов, которые мы сегодня берем за основу. Ну, я хотел бы все-таки сразу же начать с международной помощи. Вы знаете, да, прекрасно, что ситуация сдвинулась с места, то есть нам должны передать танки, леопарды. Американцы должны через какое-то время дать нам Абрамсы определенной модификации. Но, вы знаете, я обратил внимание на выступление Зеленского. Он сказал, что это особо не спасает ситуацию, но стабилизирует на фронте. Для того, чтобы говорить о каком-то масштабном наступлении, нужно будет три-четыре, а то и пять месяцев, как я понимаю. Это правда? Три-четыре-пять месяцев для чего? Для того, чтобы получить полностью достаточно большое количество танков. Но, опять же, это смотря в какой программе это делается. Количество танков, количество орудий, количество бронетранспортеров, количество оружия определено вашим генштабом, и эти списки переданы еще в самом начале войны. И в наш конгресс, и в Пентагон, и в Белый дом. И единственный, кто отреагировал на это быстро, это был Борис Джонсон. Мы видим, что он поплатился за это тоже. И все смотря на какая программа будет. Допустим, сказали, что дадут 30. Последнее, что я знаю, это когда генерал Залужный сказал, что ему нужно 300 танков. Значит, решение было сейчас дать 31 танк. Тоже, опять же, в чего вдруг. В Рамштане сказали, никаких танков. Три дня позже дадут танки. Европейцы, немцы сказали, разрешаем. Значит, испанцы, поляки быстро будут реагировать на это, дать танки. А вот немцы сами, может быть, позже. У каждого есть своя программа. В Соединенных Штатах сказали, что мы дадим 31 танк наших Эйбрамс. Но не сказали, по какой программе. И все здесь. Ваш брат начал, все дают танки, все прекрасно, все прекрасно. Когда подсчитывали все эти танки, все равно больше 150 по-любому не получается. Генерал Залужный запросил 300, что я считаю очень скромную цифру. Если вы уж называете меня экспертом, я не танкист, но все равно, с кем я говорю, это очень скромная цифра танков. 31 танк. Потом мы узнаем, что это программа USDI. То есть, вы заказываете эти танки, их будут делать. Будут делать модифицированные. То есть, они будут без уранового брони, с ураном. То есть, тогда смысл непонятен. За что же вы даете танки, которые будут их делать новыми, займет год, а они еще будут несовременными. А за это время ситуация на фронте может измениться? Я считаю, что за это время они опять дают наш Белый дом, дает знак Путин, у тебя есть год. Потом я не смогу остановить этот прорыв домбы, потому что все равно пойдет land lease. Все равно это добьют в Соединенных Штатах Америки. И мы видим, почему это так случилось. Многие сейчас не хотят на эту тему говорить в Украине. Но я считаю, что это нет случайности. Потому что у нас в Конгрессе республиканцы, главы комитетов, четырех самых главных, стали выступать, дать оружие Украине. Вот то, что вас все эти Соровские, Соросятинские, Свора пугало, что придут республиканцы и не дай его остановится помощь. Видите, что лед тронулся. Недостаточно. Но и Белый дом реагирует, что да, мы даем. И разные комитеты из старейшины республиканской партии Грэм, сенатор Линдзи Грэм, тоже сказал отдать атакам. Мы видим, что они тоже сейчас уже начинают давать ракеты, которые могут стрелять из Хаймерсов на 150 километров. Но хотя бы об этом есть уже обещание. Брэдлис, они еще не подошли, но должны оказаться здесь скоро. Почему это происходит? Потому что наш Конгресс, то есть народ американский, начал на это давить. Начал напрягать Белый дом. Они должны что-то делать. Но дали по такой программе, где вы должны заказать. Зачем? Если 5000 танков, Эйбромс, у нас стоит в пустыне законсервированной. Если у нас в Польше 500 танков этих. У нас в Германии две дивизии этих танков стоят. Придумали, что потому что броня урановая. А на Чаленджере и Леопарде не урановая броня? А потом, чего они боятся? Что русские могут захватить и что-то. А эти танки, которые мы бросили в Афганистане, на них не было урановой брони? Поэтому вот это сейчас опять и начинаются эти отговорки, придумывания. И ваш брат очень активен в помощи в этом. Я этого, конечно же, не понимаю. Но дело все в том, что идет борьба. У нас в стране идет борьба. Между администрацией и Конгрессом. То есть между администрацией в Белом доме и народом Соединенных Штатов Америки. Потому что Конгресс это представитель народа. Чтобы давать оружие Украине. Сегодня преимущество в Конгрессе имеют республиканцы. И, как видите, это сдвинулось. Так что вот это вечное запугивание украинцев, что не дай бог придут эти плохие дядьки, это работают соровские гранты. И когда ваш канал зайдет больше, чем полмиллиона, вам предложат тоже соровские гранты. Вы перестанете меня приглашать. Я с вами спорю. Я могу с вами подспорить сейчас. Я думаю, что это все далекая перспектива. И не все так, как вы описали. Я утрирую. Да, утрируйте. Но вы понимаете саму психологию этого. Потому что самые популярные ваши блогеры здесь продолжают твердить одно и то же. Спросите у них, а что же случилось с 1 октября, которые вы говорили, что онлайн-лист начнется с 1 октября. С Нового года начнется. Где это все? Все, это уже забыто. Давайте переходим на новый. Переходим вот на другие вещи. Вот сейчас пообещали самолеты, сейчас пообещали танк. Но мы сейчас об этом поговорим. Обещали все обещание. Ага, мы постепенно обо всем этом поговорим. Но все же. Значит, пока у нас нет танков, да, какой-то период пройдет. Украина должна быть глухой обороне. То есть ни о каких там наступательных компаниях речи пока быть не может, да, я так понимаю? А чем вы будете наступать? Ну вот об этом же идет речь. У вас нет наступательного оружия, вам нечем наступать. У вас нет превосходства в небе, у вас нет поддержки штурмовиков в небе, у вас нет ПВО еще такого, потому что только что возле моего дома пару дней тому назад грохнулась ракета российская. У вас, хотя это честь и слава украинским ПВОшникам, что они сбивают это все непонятно чем, минимальным, минимальными инструментами, которые им дают по капельке. Да, это лед трон, да, это идет, да, мы должны додавливать это все, но праздновать победу или писать сейчас в нашем сейчас ролике, когда вы выставите перелом на фронте, русские бегут, они попадают в окружение, это подрывает боевой дух. Обещание, которое обещают и не исполняется, подрывает боевой дух. У Гребенчакова есть даже песня про это. Подмога не пришла, подкрепление не прислали, нас осталось только два, нас с тобой, но мы держим рубежи, потому что на фронте это подрывает. Когда говорят, что ленд лист, все, все достаточно на фронте. Позавчера меня ребята забрали везти навстречу с очень важным человеком, из батальона приехали, да, в Киев приехали, на разбитом этом пикапе, который им прислали, мы волонтеры, мы собрав там старые пикапы, обшит металлом. Хаммеры у нас уже сняты давным-давно с вооружения. У нас их сотня тысяч рожавеет. Почему нельзя дать тысячу хаммеров сюда? Тоже придумываются запчасти на них нужны, нет у нас такого. Если у нас есть хаммер, на него есть запчасти. Если у нас есть самолет, на него есть запчасти заказаны. Все это придумывание, оттягивание и торможение ленд-лиса, я считаю преступлением против украинского народа. Кто в этом виноват? Или кто несет ответственность в данной ситуации? Почему евреи? Ну, они обычно виноваты. Это шутка, я понимаю. Кто виноват в этой жизни? Мы сами виноваты. Мы сами виноваты. Вы спросите, кто... Постойте, но администрация Байдена говорит одно, а по вашим словам, я так понимаю, поступает иначе, да? Нет. Администрация Байдена делает одно. Конгресс. Это не мои слова, это конгресс наш. Я от себя вообще-то мало говорю. Наш конгресс требует. Наш конгресс 100% в верхней палате, в Сенате проголосовали за ленд-лис. То есть, американский народ сказал, дать Украине все необходимо, как можно быстрее. А в нижней палате, в палате представителей, то, что вы называете конгрессом, проголосовал там почти что 100%. То есть, американский народ говорит, да. Но есть голоса, которые говорят, нет, не надо. А эти голоса исходят из Украины. Очень знаменитые люди, очень популярные люди у вас говорят, а нам ленд-лис не выгоден. То есть, украинские ключевые персоны, ведя переговоры, лукают и говорят, что, мол, давайте пока без ленд-лиса. Я правильно понимаю? Нам не нужно, потому что на сайте программы нам дают халяву. Одна программа, другой не мешает. Они все параллельно могут работать. Зачем держать ленд-лис? Ну, они потом нам говорили, ну, это когда придут республиканцы, и они запретят эти программы, то президент оставляет себе вот этот ленд-лис. Хотя ленд-лис был представлен тоже республиканцами. И вот это вот путинцы, это вот, вводя в заблуждение людей, и когда ты в Америке ходишь и лоббируешь за это, и вот у нас идут и демонстрации каждый день перед Белым домом, и по выходным большие демонстрации, довольно-таки, чтобы ленд-лис дали. Они говорят, ну, украинцы говорят, что он не нужен. Вот, посмотрите, вот в телевизоре, вот они говорят, что он не нужен. И объяснений этому нет. Потому что, что такое ленд-лис? Они вам говорят, что за него надо платить. Неправда, не надо. Это вообще не вам приняло. Ленд-лис, это когда у вас горит дом, и вам сосед говорит, на шланг туши дом. Когда потушишь, за воду я заплатил. Послушайте, ты, по-моему, говорил Рузвельт в свое время, да? Когда у соседа горит дом, необходимо дать ему шланг. Шланг, пусть он его потушит, и шланг потом вернет. Это мой шланг, он так вам и не принадлежит. Вот что ленд-лис. Мы вам даем в Аюте, что у вас осталось, вернете. Не надо ни за что платить. А вы мне говорите, нет, мне не нужен шланг, мне нужно ведро с водой, я плесну. Они говорят, слушайте, а там дети, у тебя там коровы, у тебя там бизнес, у тебя там все. А ты говоришь, нет, дайте мне ведро, я плесну на него, и мне ведро потом останется. Кари, скажите, если вы... Значит, Сталину было выгодно, Рузвельт этому, Чорчиллю был выгоден, Лес Лиз, а Зеленскому не выгоден. Как это можно... А вы имеете инсайд конкретно, фамилии, какие-то круги, которые там находятся, или это невозможно осветить? Нет, как это вы знаете, это у вас по всем. Но власти я не хочу критиковать, потому что я гость в вашей стране, это будет неправильно. Но это господин Гордон, это Пинковский, это Швец, это все миллионники просмотров, которые... Ну это блогеры, да? Блогеры и журналисты. А что касается официальной власти украинской? Тоже есть официальные лица, которые это говорят. Но это легко увидеть, это легко узнать, это просто не мое место критиковать. Я считаю, критиковать власть сегодня во время войны, это неправильно. Я просто привожу этот пример. Например, мы сегодня знаем, что из Израиля забираются снаряды и переводятся в Украину. Да, вы слышали все это? Да, конечно. Это примерно, что такое ленд-лиз. Мы в Израиле имеем склады, в которых находится все необходимое, если что-то начнется, и Израилю нужно это будет. Израиль может их вскрыть и взять. Но это не израильское, это наше. Это и есть ленд-лиз. И они за это не платят. Это наше, это принадлежит нам. Когда они победят, когда война закончится, все, что они возвращают в эти склады, это называется припозышением. Вот сейчас мы берем оттуда снаряды и посылаем их в Украину. Так почему Израилю это нужно и выгодно? Рузвельту, Чочелю было, Чочелю было нужно, Сталину требовал, а Украине не нужно. Хотя силы абсолютно неравны. Не по сравнению израильтян с арабами, не по сравнению Германии с Великобританией. Объяснить кто-то вот может. Вот вы журналисты, спросите у этих, у ваших коллег, почему они так говорят? В чем невыгода? В чем, почему им не нужен ленд-лис? Ну это речь идет о каких-то подводных хищениях. И вот сейчас дают танки, но дают танки не по ленд-лису, а дают танки по USDI программе. Другая программа, где вы должны заплатить 400 миллионов долларов за 31 танк, которые будут делаться специально для вас с плохой броней. Не с хорошей броней. Когда эти танки у нас стоят, устарелые даже, стоят за... Наверное, у них тоже нет уранового там брони. И они говорят, что если попадет к России, то они смогут. Но эта бронь есть и на леопардах, и на чаленджере британском. Так почему же Соединенные Штаты ведут себя совершенно по-другому? Вот вопрос. Ну это двойные стандарты, очевидно. Либо действительно украинская сторона играет какую-то роль. Гарри, но в данной ситуации, вот вы говорите о республиканцах... Я вижу только одну вещь, что президент Байден, как тогда давал 72 часа Путину завоевать Украину, никогда не прислав сюда посла, никогда не дав сюда оружие, никогда сказав, что если большое внедрение, то ничего страшного, если большое, то это плохо, а небольшое, то не так. Уведя отсюда свое посольство наше, когда мы никогда не уводили ни из Афганистана, ни во время Второй мировой войны, из Москвы, и вот увели уже, когда там прям немцы были возле Москвы, в Куйбышев, когда эвакуировалось правительство, тогда им... А здесь увели посольство, все остальные увели. Давал 72 часа, не сработало, не получилось. Предложил президенту Зеленскому бросить страну на произвол судьбы уехать, не получилось. Вот сейчас он опять, я считаю, я не побоюсь это сказать, дает Путину сигнал, что у тебя есть еще полгода-год. То есть вы говорите о каких-то возможных договорняках, в том числе и по ситуации, когда время от времени возникают заявления, мол, Украина все-таки должна пойти на какой-то переговорный процесс. Мол, сейчас у нас позиции выгодные, мы можем выторговать, а в ближайшее время, если что-то изменится, то тогда нам не комильфо вести переговоры в невыгодной для нас позиции. Правильно я понимаю? Ну, наверное, да. Я не знаю, я не знаю, что они делают. Я только констатирую факты. Вот что происходит. И вот как я это вижу. А были у них там до Грунки-Клинчо, ну, как по мне, то они были уже давным-давно в Давосе. Они были еще, наверное, в 2008 году, а может быть, даже и раньше. А, кстати, можете вот подумать, ну, вернее, дать ответ на мой вопрос со своей точки зрения? Байден посетит Польшу в ближайшее время, да, там собирается? Он говорит. Да, и, кстати, Зеленский сказал, что ему не поступило никакое предложение для того, чтобы он поехал там встретился. Это какая-то подводная игра какая-то? Понимаете, это не для меня, это для других людей, которые читают мысли, видят будущее. Ну, логическое заключение. Логическое заключение, логическое заключение, что Байден последний, думаю, разговор по телефону с президентом Зеленским, наверное, Зеленский упомянул Лен Лиз, поэтому с тех пор он не упоминается. И Байден, насколько я понимаю, у него накричал или вел себя недипломатично в отношении к другому президенту, сказав, будь доволен, что мы тебе даем, и не попрошайничает. И, видимо, ваш президент, будучи человеком дипломатичным, понимает, что будут неудобные ситуации, когда поляки будут спрашивать у президента, перед президентом Зеленским, у президента Байдена, почему вы, Америка номер один, жандарм, который обязан, ничего не делаете так мало для Украины. Поднимем вопрос о Будапештском меморандуме. Кстати, эти ракеты, которые на вас валятся, это по Будапештскому меморандуму, это ваши ракеты. Это те, которые мы передали. Передали, конечно. Почему же ничего не делать? Слушайте, я знаю, что я не должен этого говорить, потому что сейчас повалится опять. Но если бы сейчас, сегодня был не президентом не Байден, а Трамп, и он бы давал помощь Украине вот так, как делает это Байден, то уже ни у кого никаких вопросов бы не было, что он работает на Россию, на Путина, что он его агент. Уже никаких вопросов по этому поводу не было. Меня бы уже размазывали здесь по стенке. А, кстати, Гарри, извините, а вы слышали заявление Трампа, которое недавно прозвучало, где он сказал, если бы он был президентом, то через 24 часа якобы он бы сделал все и война закончилась бы в Украине. Ну, он говорил много вещей. Опять же, надо понимать американскую культуру, надо понимать его сарказм, надо понимать, я его не оправдываю в этом. Ну, какой сарказм? Он сказал, 24 часа, я бы потратил... Он до этого сказал, что если бы он был президентом, войны бы вообще не было. Ну, это правда. И Крым бы не отжали, если бы он был президентом, и ничего бы не было, если бы это был он. И вот он говорит, но здесь это не переводится, здесь только переводится все почему-то наоборот, хотя... Какая... Какая разница, что он говорит? Он кто? Почему мы не обсуждаем, что говорит президент Обама? Он представитель республиканской партии? Президент Обама, представитель демократической партии. Президент Картер, послушайте, что он говорит в своем маразме уже. Почему мы не говорим, что говорит президент Буш, младший? Тут тоже иногда такое скажет, что мама, не горюй. И он тоже представитель республиканской партии. Это мы все, я представитель, вы представитель республиканской партии. Любой человек может быть представитель, но он, бывший, он ничего не решает. У него нет никакого, у него есть влияние в республиканском рынке, но он ничего не решает. Это не он тормозит land lease. Это не он не присылал сюда посла. Это не он вывел отсюда посольство. Не он это все делал. Но начинается, чтобы увести внимание, сделать такой отвлекающийся маневр. Он говорит, а вот он сказал, а вот он сделал. А он ничего не сделал, он ничего не сказал. Это отвлекающийся маневр. У меня очень много критики. Вот опять про Трампа. Я понимаю, что это грубейшая ошибка с моей стороны. Но меня задают вопрос, я должен на него ответить. Лет 20 тому назад есть такая картинка, где мужчина закрывает ребенка. Это арабский мужчина закрывает своего сына, потому что они попали в перестрелку израильтян и палестинцев. И в ребенка попадает пуля и его убивает. Все говорят, что это израильские. Начинаются беспорядки во всем мире, атаки на израильтян во всем мире. И все такое. ООН, которая не очень произраильская, совершенно не произраильская организация, делает расследование. Через два года они заключают, что пуля в ребенке не израильская, а арабская. Израильтяне говорят, не надо. Не надо это говорить. Как? Это же вас оправдывает. Они говорят, нет, не надо. Потому что все равно никто в это не поверит. А уже как бы забыли про это. Вот то же самое с Трампом. Забыть про него. Не надо поднимать этот вопрос. Все равно, если вы говорите, вот он то сказал, а я говорю, не говорил, покажите мне, где он это сказал. Покажите, где эти слова, что он сказал. Нет этого нигде. Ни он, ни его сын не поверят. Все равно не поверят. Все равно скажут, а он трампист, он идиоты. И это только опять никак они не могут забыть Трампа. До сих пор его боятся. До сих пор его надо уничтожить. До сих пор надо избавиться от него любой ценой. Хотя половина нашей страны считает, что он очень много сделал и для Украины, и для Израиля, и для мира во всем мире. Воин не было при нем. Это очевидный факт. Но вернемся к сегодняшнему дню. Вот Пентагон очень сильно был как бы возмущен поведением Байдена. То есть отказ предоставить Украине F-16 самолет. Истребители. Но я не знаю, как Пентагон может разлучаться, потому что Пентагон это не политическая организация. Но об этом пишет Вашингтон-Пост. Да, какая разница. Ну это организация, которая занимается военными процессами. И Вашингтон-Пост, уважаемое издание, об этом активно пишет и говорит, что Пентагон... Я говорю, что у нас в стране, понимаете, Конгресс это представители нашего народа. И Конгресс возмущен. И это даже не важно, республиканцы они или демократы. И, конечно же, возмущены не то, что F-16 не предлагают. Они в начале войны не разрешили полякам передать МИГи в начале войны. Почему? Когда Ваш президент просил, если Вы говорите... Почему никто не верил, что будет война? Потому что если Вы говорите, что будет война, сделайте что-нибудь, введите санкции. Пришлите посла сюда к нам. Дайте оружие. Закройте небо, чтобы не погибали дети и гражданское население, не было разрушения инфраструктуры. Сколько городов уже смели с лица земли, сколько украинцев погибло уже и покалечено, сколько жизней. А ПВО никак не можете дать? Чего Вы ждете? В чем проблема тогда? И, конечно же, американский народ через Конгресс этому возмущается. И теперь F-16, когда уже другие страны начинают говорить, эту войну надо заканчивать. Эту войну надо заканчивать. Явно украинцы не сдадутся. Явно украинцы, если им дать то, что мы обязаны, обязаны им дать из-за Будапештского меморандума, эта война закончится. Они победят. У него ядерное оружие. А у нас нет ядерного оружия. Сколько? Значит, он нас будет шантажировать все время? Или любой маньяк в Северной Корее или в Иране будет нас шантажировать ядерным оружием? Их надо уничтожить и отобрать эту ядерную дубину. Другого пути нет, другого выхода нет. И украинцы могут, хотят. И у них сейчас есть возможность это сделать. Так почему не помочь? Зачем мы тормозим это все? Чего мы ждем? Гарри, я не случайно спросил о самолетах, об истребителях. Дело в том, что Пентагония заявляет. Если Байден не готов дать их в 16, то пускай хотя бы даст разрешение другим странам в Европе, которые могли бы помочь этими истребителями нам. Но даже этого нет. То есть Байден на это не идет. Пока, во всяком случае. Пока не идет. Но лед тронулся. И поэтому мы должны продолжать протесты. Вот в это воскресенье опять будет большая демонстрация перед Белым домом. Я призываю всех, кто в Соединенных Штатах может. Вот со мной соединилась ассоциация одесситов США. И они приедут в эти выходные на эту демонстрацию. Это уже тяжелая артиллерия. Одесситы приедут с Брайтона. Поэтому я не завидую Белому дому. Там они им скажут, что они о них думают присоединяться к таким, писать конгрессменам своим, писать своим сенаторам, звонить. Люди думают, что это не работает. Это работает и работает. И мы видим это. И голосовать. И говорить, что мы в следующий раз не проголосуем за вас. Давать оружие. Мы видим, что это сдвигается. И думаю, что в конце концов Украина все получит. Просто вопрос времени и цена. Да, на кого будет работать время и какую цену мы заплатим за вот этот процесс. И конечно же мы видим, что русские не идиоты. Они понимают, что рано или поздно эта лавина сдвинется. И что они тогда не смогут ничего сделать. И они конечно же начинают иммобилизироваться. И закидывать. И попытаются что-то сделать. Преимтивно. Потому что они понимают. Почему я говорю, что я считаю, что Белый дом и вот этот коллективный Байден. Мы же понимаем, что Байден сам уже ничего не соображает. Но коллективный Байден. Он еще купил им время. Год где-то. Он показывает. У вас есть год добиться того, чего вы хотите добиться. Посадить Украину за стол переговоров. И прийти к какому-то заключению. То есть по вашему мнению наступление откладывается. И соответственно год мы будем пока в ухо защите. Нет. Я не знаю. Генштаб ваш со мной не делится этим. Но я же спрашиваю ваше мнение. Объективное по тем вопросам. Я считаю, что моего мнения здесь не может быть. И ничего мнения не может быть. Потому что у нас нет полной картины. Полная картина только у генштаба. Мы вредим, говоря свое мнение. Или показывая свои знания военного дела. Но сегодня то, что я слышу с фронта. То, что я слышу от своих товарищей. То, что я вижу. Наступательного оружия нет. Не в достаточном количестве. Чтобы сохранить. Конечно же генерал Залужный может отдать приказ и сказать. Пошли в наступление. И это будет много крови. Потому что заместо того, чтобы быть в броне. Они пойдут с голыми задницами. Пойдут. Что делать? Приказ есть приказ. Но ваш генерал Залужный уже сказал, что он таким способом воевать не будет. Что ему нужно оружие. Что ему нужен инструмент. И пока этого нет, он будет сидеть в обороне. Это то, что он написал в своем интервью. Поэтому я поддерживаю его в этом. Мое мнение совпадает с его. И я вам могу сказать, что и следующее мнение мое совпадет с его мнением. Я думаю, что он, опять же, это коллективный Залужный. Он не один. У него есть генералы. У него есть советники. Но вся ответственность все равно ложится на него. И командование ложится на него. Поэтому я считаю, что он один. Он войдет в историю. Мы будем изучать во всех наших военных академиях его. И так получается, что в каждой армии во время вот такой ситуации, когда армия должна проиграть, она выигрывает, появляется свой Залужный, появляется свой Моши Даян, появляется свой Матгамори, появляется свой Наполеон, появляются такие военачальники, которые умеют воевать. Которые рожденные военные лидеры, военачальники. И Украине с этим повезло. Поэтому спрашивать мое мнение, это правильно. Потому что это ваша работа. Вы журналисты должны спрашивать мое мнение. Но вы его пока придержите при себе. Человек профессиональный, особенно если это профессиональный военный, особенно если он говорит, что он полковник или еще кто-то, он должен уметь держать свой язык за зубами. И даже если у него есть мнение по этому поводу, оно должно совпадать с мнением командира. Гарри, я хотел бы вернуться к ситуации относительно реакции людей с Пентагона. Несколько докладчиков в Конгрессе. Лаура Купер, это заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии. Генерал-лейтенант Дуглас Смитс. Симс, начальник оперативного отдела Объединенного штаба. Они выступали и сказали о том, что у них есть мысль по поводу того, что Украина в таком состоянии пока не сможет вернуть Крым в ближайшее время. Ну так как нет вооружения, соответственно, то, о чем мы говорили. Далее, очень активную эту историю, почему начал педалировать Марк Милле. Как вы к этому относитесь и не готовят ли нас к чему-то такому? Марк Милле и давно говорил, в чем я не согласен. Потому что, опять же, он военный, он не политик. Он не должен высказывать своих мнений политических. Это не его работа, не за это ему платят. Он не дипломат. Ему приказали окружить и уничтожить. Он должен окружить и уничтожить. Как можно минимум потерь для своих войск. Это его работа. Это мы его учили в Академии. Но он частенько выступает, что Крым нельзя взять, что Украина должна быть готова к переговорам. С каких пор он работает на Госдепле, на Министерстве. Я хочу напомнить, извините, что в свое время, и об этом говорит Зеленский, говорил неоднократно, что американская разведка уже много раз показала, что она иногда ошибается в своих аналитических просчетах. Я вам скажу такую вещь, что, опять же, это обвиняют, что он не доверяет своей разведке. Разведка врет. Очень часто, и у меня, в моей карьере, у меня всегда было такое отношение с разведкой очень тяжелое. Очень часто разведки выдают себя заодно. Но, к сожалению, мы всегда знаем только о разведке, когда они допустили ошибку. Когда разведка сделала что-то правильное, обычно никто про это не знает, не слышит. Они тоже иногда попадают в такую ситуацию, не очень честное отношение к ним. Но наша разведка давала 72 часа. Все наши разведки, все западные разведки давали вам 72 часа. Вы будете продолжать им верить? Это понятное дело. Где наша разведка была 11 сентября, когда она нас была нападена? Как эти самолеты врезались в Пентагоны, в дома? Где наша разведка была, когда вдруг мы узнали, что у Пакистана и у Индии есть ядерное оружие? Я в 1991 году, или в 1990 году, сейчас не помню, читал открытый доклад ЦРУ. Мне было просто интересно про Советский Союз. Я всегда писался, и я сидел, читал. Вот такой вот том они написали. Миллиарды долларов. И они пишут, как Советский Союз силен, какая у него армия могучая, как это все нам надо готовиться ко всему. Через два месяца Советский Союз развалился. Вот вам миллиарды долларов. Где наша разведка была? И много таких примеров есть. Но разведкам легче всего это делать, потому что они говорят, мы не можем это с вами поделиться. Это засекречено, это не можем. Поэтому, конечно же, с ними спорить очень тяжело. Но это так. Но вернуться к генералу Милой, он это не раз говорил. Он не раз говорил, что Украина должна сесть за стол переговоров, или должна готова быть к переговорам. И насчет Крыма, я думаю, что вообще этот вопрос должен быть закрыт. Я не знаю, почему вообще Крым обсуждается. Я понимаю, что там в гражданском усилении это такой вопрос. А чей Крым? Если вы хотите знать, чей Крым, идите в чаптер объединенных наций, как голосовали все страны. И вы увидите, чей Крым. Это не ваше решение. Это не решение, милые. Это не решение президента Соединенных Штатов Америки. Это были подписаны документы, были подписаны договоры международные. Было проголосовано в ООН. Все эти границы были определены. И это был порядок после Второй мировой войны. Тут нет вопроса. Вы хотите, чтобы Крым был российский? Хорошо. Я, например, не против. Я думаю, что никто не против, чтобы Крым был российский. Только надо это делать цивилизованным образом. Надо договариваться. Надо проводить переговоры. Надо проводить референдум. Но референдум какой? Не под дулом автомата, соответственно. Даже не дело под дулом автомата. Дело все в том, что референдум, это когда спрашивают не только у людей, которые живут там, а у всех, кто живет и в округе, у всех стран, это спрашивают у всех украинцев. Вы не против, если Крым будет российский? Это спрашивают у россиян, спросили, они хотят Крым или нет? Какой же это референдум? У них не спросили, у россиян хотят. А вдруг россияне бы сказали, мы не хотим Крым? Мы не хотим еще одну проблемную территорию, где нам надо будет платить. Я думаю, что вот этот референдум российский, он был второстепенным. Это не референдум, это все равно, что мы сейчас у вас в студии проведем референдум и скажем, мы отделяемся от Украины. Вот вы будете президентом, я министр обороны, оператор будет у нас, вот он выглядит очень умно, он будет у нас министр финансов. Да, и все, мы не будем платить налоги украине, мы референдум здесь провели у себя, и все. Это не референдум. Вы не можете в каком-то штате провести у нас референдум и сказать, этот штат отделяется от Соединенных Штатов Америки. Это должны быть так же и все американцы спрашивают, должны быть все украинцы. Должны быть не только те люди, которые живут в Крыму. Поэтому, когда наши чиновники что-то говорят за Крым, я считаю, что это абсолютная глупость, это раз. А во-вторых, это же завтра Крым Украина не возьмет, это все понимают. Сначала нам надо подойти к границам прошлого года, февраля. Потом дальше освобождать всю территорию Украины. Крым территория Украины? Территория Украины. Россия захочет быть, или Крым захочет быть независимым, есть процедуры. Они долгие, они дорогие, как Косово. Займет 10 лет, 20 лет. Но если так уж люди этого хотят, и так они жаждут своей независимости, то они могут этого добиться. Но это должно добиваться мирным образом, а не стирание городов с лица земли и убийством сотни тысяч людей невинных. С вами трудно не согласиться, на самом деле вы абсолютно правы. Но вернемся к украинским событиям. Через призму международного характера. Сейчас ваши соотечественники, американцы, проверяют Украину, работают в нашей стране. И изучают вопрос, как используются деньги, оружие и все остальное. Это от недоверия? Нам должно быть стыдно за это, или это обычный рутинный процесс? Извините, что я так говорю, но это от себя. Я считаю, что это обыкновенный процесс. Когда я был командиром, меня проверяли, мою часть. У меня был офицер, который отвечал за финансы. Но у нас же тиражируется, мол, значит, если приехали проверять, не уверены. И, мол, допускают какие-то там инсинуации. Я очень аккуратно и очень деликатно пытаюсь его это говорить. Знаете, когда приезжает ревизор у нас военных, когда приезжает ревизия, когда у нас называется это инспекция, они инспектируют твое командование. И часть там есть, это финансовая часть, финансовый отдел, который инспектируется тоже. Он же приезжает со специалистом, с финансистом, с оружейником, с инженером, со строителем. И они все инспектируют с механиком. Они все инспектируют с документами этими штабными. Все инспектируют разное. И они приезжают и говорят, мы здесь не проверять, мы здесь вам помочь. Мы хотим вам помочь, если мы что-то найдем. И мы говорим, что мы очень рады, что они приехали, конечно. И те и другие врут. Но в чем заключаются такие инспекции или такие проверки? Вы знаете, что они будут. Поэтому вы следите, вы пытаетесь сделать правильно, не игнорировать проблему. Следить за этим. Поэтому эти инспекции, эти проверки, они рутинные. Они должны быть. Они должны быть. Потому что если у вас их не будет, это как делать экзамен в университете или в школе. Контрольные. Все абсолютно логично. Дыма без огня не бывает, Гарри. Дело в том, что в свое время республиканцы очень активно подняли вопрос. Если помогаем, давайте все проведем аудит. Республиканцы у нас, они фискально ответственные. Республиканцы это капиталисты. Ну, чтобы просто объяснить. Демократы это социалисты. Демократы, они говорят, а у нас нет денег, напечатайте еще денег. А республиканцы, они считают деньги. Они капиталисты. Опять же, это что у нас получилось? У нас получилось, что лендлис есть. Лендлис не дают. Дают эти пакеты денежные. Денежные пакеты. Начинаются вопросы. А зачем мы даем деньги, если им нужно оружие? Они могут купить. А зачем они будут покупать, если оно есть? И купить достаточно на эти деньги? Они не могут. У вас не хватает из этих пакетов купить самолеты, купить 300 танков, купить тысячу гаубиц, 500-600 БМП о том, что запросил залужный. Не хватит. Это должен быть лендлис. А украинцы говорят, нет, нам это не надо, нам вот эти вот пакеты нужны. Тогда некоторые задают вопрос. Мы не понимаем, мы вам даем шланг тушить пожар? Вы говорите, нет, шланг нам не нужен, дайте ведро с водой. И мы ведро себе оставим. И мы говорим, тут что-то не так. Давайте проверим, что они делают с этими ведрами. Нам надо как-то проверить, потому что... Но все равно подозрения существуют. Ну, конечно, потому что людей, идиотов же нет. Они не понимают. Вот вы мне кто-нибудь может объяснить, почему лендлис не нужен, а денежные пакеты нужны? Вот вы как думаете, почему? Почему люди хотят взять деньги, а не хотят взять танк? Потому что в Украине очень активно борются с коррупцией. Это не только в Украине. Потому что это в Америке тоже, это во всем мире. Есть очень много ребят прилипал, которые очень активно к этим пакетам прилипают. Потому что деньги, это деньги. А гусеница от танка, это гусеница от танка. Что вы хотите? Идиотов нет. И тогда госпожа Спаркс, которая абсолютно проукраинская, она говорит, я должна отчитаться перед своими избирателями. Куда уходят наши деньги? И почему в Украине затянулась война так долго? И столько людей гибнет и страдает. Почему нет света? Почему нет тепла? Почему эти люди там страдают? Хотя мы даем очень много денег. А эти люди также говорят, а вот оружие нам не надо. Деньги дайте деньги. Ведра, давайте. Они говорят, надо пересчитать ведра. Может они их на рынке продают? Не знаю. И, конечно же, голоса отсюда выходят. А, вы трамписты, значит вы работаете на Путина, раз вы хотите нас проверять, значит вы нам не доверяете. Ден Реген сказал, доверяй, но проверяй. Проверять все равно надо. Вы дадите свои... Я понимаю вас, Гарри, абсолютно. Я знаю, что меня все понимают, я просто хочу как-то объяснить еще. Люди, которых я думаю, что если даже есть мозги как у белки, они тоже это понимают. Это люди, которые очень хитрые, они думают, что они могут обмануть кого-то. Понимаете, это, наверное, выглядит больше так. И я не сравниваю там с наркоманами или еще с чем-то. Это просто единственное, что мне входит в голову, как бы пример привести. Я ваш банкир, вы богатый человек, самый богатый в нашем городе. И я вам говорю, у нас наркоман есть, давайте мы им поможем лечиться. Он говорит, конечно помочь, надо наркоманам лечиться. У них проблема, они пользуются наркотиками. Он говорит, нужно мне тысячу долларов, чтобы им помочь. Конечно, нате вам тысячу долларов. Тысячу долларов он идет, что-то наркомане не помогает сильно. Он говорит, еще тысячу доберешься. Конечно, слушайте, а почему наркоманы не помогают? Вы что делаете? Ну, я им там раздаю, я им помогаю. Он говорит, что-то не помогает. Я проверю, я хочу пересчитать. Я хочу прислать своего юриста, чтобы... Вы говорите, а не-не-не-не, нельзя. А вы говорите, подождите, я хочу узнать. Если вы даете эти деньги наркоманам, и они заместо того, чтобы на лекарства их тратить, тратят их на наркотики. Вы и себе тоже, может быть, оставляете что-то. Я хочу проверить, это мои деньги. А вы говорите, а, значит, вы работаете на наркодилера. Вы сам наркодилер. Вот ваши обвинения. И тогда вы думаете, нет, тут что-то не в порядке. Тут что-то не в порядке. Надо бы просчитать. Я надеюсь, что наши ревизоры, которые сегодня находятся здесь, больших нарушений, я вам гарантирую, они найдут нарушения. Потому что это невозможно не иметь. Они приезжают, это их работа, найти что-то, они что-то найдут. Потому что ничего идеального нет. И когда меня инспектировали, находили ошибки, но это они говорили, это надо исправить, это надо здесь просмотреть. И таким образом у тебя дисциплина и порядок. Потому что ты знаешь, что они приедут, еще раз проверят. И в следующий раз они проверят там, где они тебе заметили, что у тебя ошибки. Третьего раза не будет. И другого командира назначат. И они что-то найдут, я уверен. Но я надеюсь, что они не найдут сильного воровства или сильного коррупции, или что-то такого. Но если это произойдет, то, конечно же, это будет очень плохо. Послушайте. Это военное время. Идет война. Коррупция, как сказала Голда Миллер, это не я. Коррупция во время войны должна приравниваться к измене Родине. К предательству. Предательство во время войны – высшая мера наказания. Это очевидно. Кстати, Голда Мэйр когда-то говорил о том, что не стоит договариваться с теми людьми, которые пришли вас убить. Да, она говорила, что вы не можете сесть и договариваться за стол переговоров с теми людьми, которые пришли вас убивать. Да. И вот относительно коррупции. Лучше всего разговор иллюстрировать какими-то делами, которые вызывают общественный резонанс. Ну вот яркий пример. Это просто возьмем на поверхность. Диван экс-замминистра обороны Александра Миронюка оказался набит после овыска 500 гривенными купюрами. Ну это наши внутренние деньги. Значит, всего нашли 17 миллионов 78 тысяч гривен, 400 тысяч 100 долларов и 100 тысяч 380 евро. Общая сумма найденного равняется 1 миллиону долларов США. Это просто бывший замминистра обороны по фамилии Миронюк, который занимался закупками материального обеспечения для вооруженных сил Украины. Вот сейчас идут определенные кадровые ротации, чистки и так далее. Вы, наверное, об этом слышите от меня впервые. Но это яркий пример того, какие люди могут быть внедрены в эту схему. Ну, понимаете, я не знаю, что сказать. Я считаю, что это не люди. Ты не можешь быть человеком, когда твои, даже не твои, потому что это не мои, я не украинец. Когда ты видишь, что ребята мерзнут и девчонки, ваши дети мерзнут на фронтах, гибнут, калечатся. Мы еле-еле успеваем какие-то там протезы привезти или что-то сделать, собрать на эти разбитые пикапы. Ну, ладно, мы там тормозим, американцы, да, у нас самих проблем куча, там, израильтяне. Но когда это происходит здесь, ты видишь, что есть такие люди, которые... Да, пускаются руки, это правда. Вот второй, извините. Ну, вот у меня бы рука не дрогнула. Ну, я об этом, потому что на самом деле... И я не украинец. Военное время, да, военное время, оно несет свою, как бы, ментальную нагрузку. Вот второй вариант, да, ну, хорошо, это известный человек, да, которого там обыскивали и нашли. Другой начальник департамента, ну, по фамилии Б, да, начинается у него фамилия на букву Б. Он тоже отстранен. В свое время, это где-то 6 месяцев или 7 месяцев назад, он покупал в одной из арабских стран через Турцию на 580 тысяч аванса только было внесено за бронежилеты, которые должны были быть поставлены вооруженным силам Украины в какие-то там горячие точки на фронте. Ни жилетов, ни денег никто не видел. Он до сих пор, до последнего времени, пока не прокололся, работал начальником этого управления. И никакой ответственности не нес. Я так понимаю, что когда такие люди пролетают мимо ответственности, значит, они делят эту ответственность другими высокопоставленными лицами, которые в крутые моменты их прикрывают. Вот, к сожалению, я именно имею в виду Министерство обороны, понимаете? В военное время. Мне интересно, чем это все закончится? Будут ли яркие посадки? Я уже не говорю о том, о чем говорите вы, да, там, дуловиска. Это зависит от вас, от вашего общества. Это зависит от... Ну, в Америке такого бы никогда не случилось. Почему как-то случалось? Случалось. Да? Это случалось везде, да. В Советском Союзе был большой скандал, потому что за погибших и за безвести пропавших после войны выдавались карточки их семей, какие-то денежные выдачи. И генерал один это все собирал себе. Люди не знали, что погибли их дети там и все. И он миллион за... Да? Его расстреляли за это. В конце концов, он попался. У нас тоже было такое во время Вьетнама, когда за молоток заплатили что-то... Тысячу долларов за обыкновенные молотки платили там или за унитаз. Тоже попались люди, их посадили в тюрьму. Они сажались есть. Подлецы есть везде. Но это зависит от общества, что мы хотим с ними делать, когда они попадутся. И это будет зависеть от вашего общества. От нашего общества будет зависеть, что мы обнаружим здесь. Насколько здесь была коррупция и как с ней здесь боролись. Если наше общество решит, что мы тратим свои кровные деньги, а они разворовываются, и люди... Кто-то у вас тут недавно... Какой-то тоже ваш политик или кто... Я очень люблю Юрия Великого. Это парадист, да? Он делал пародию где-то в Таиланде или где-то накачанный такой. Это Николай Тищенко, народный депутат. Если мы видим, что я работаю, я на траке гоняю по гололеду по всей стране, чтобы заработать, прокормить свою семью, послать своих детей обучать, лечить свою тещу от чесотки. И я еще 10% своих отрываю, чтобы Украине помочь. Потому что там люди гибнут, там дети гибнут. А потом я вижу этого урода на пляже за мои деньги. Я сам туда слетаю. Мне не важно, на какой он накачанный. Я его сдую. Но эти люди есть везде. Да, это правда. Эти люди есть везде, не только у вас. Что мы будем с ними делать? Будет решать ли вот этот дальнобойщик в Америке будет продолжать давать эти свои 10% Украине? Или он скажет, нафиг я не буду это давать? Более того, я потребую от своего конгрессмена и сенатора, чтобы они тоже прекратили помочь. Гарри, так я для этого и привел такие примеры. Потому что вот этот имидж, который создают такие негодяи, он портит всю реальную картину. Их исключительно несколько человек, допустим. А из-за них страдает целая нация. Потому что выводы делают... Послушайте, я из той нации, где из-за нескольких уродов пострадали мы все. Знаете, один Троцкий чего стоил, за которого мы расплачиваемся очень долго. Да, из-за этих уродов, у которых нет ни нации, ни религии, ни народа. Они так себя ведут. Но опять же, то, что они так себя ведут, это они. Но как мы себя поведем с ними, от этого будет зависеть. Как поведет украинский народ с этими людьми, от этого будет зависеть, как будет себя вести американский народ, или немецкий народ, или британский народ. Очевидно. Кстати, вот вы неоднократно вспоминали о Израиле, о евреях. Это очень интересная тема. Да, я вижу у вас замечательная вышиванка с определенным мотивом. Но я вот о чем хотел спросить. Старый новый премьер Натаньяху, я помню, когда он баллотировался, когда он шел на выборы, он говорил, что он будет дистанцироваться от украинского вопроса, мягко говоря. Но сейчас позиция меняется. Сейчас израильские политики говорят, что Бенемин Натаньяху может в ближайшее время изменить свою политику и, соответственно, открыто помогать Украине. Даже говорят о том, что может принято решение о передаче системы купол, или железный купол. Более того, последние бомбардировки заводов, обстрелы заводов по производству летательных объектов, этих шахидов, по-моему, это было в Сирии и в Иране. Они доказывают и дают нам понять, что, в общем-то, действуют израильтяне в интересах Украины, в первую очередь, так же. Это в первую очередь. То, что они разбили эти заводы шахида в Иране, это... Я не говорю, что это израильтяне сделали. Может быть, это сделали украинцы, израильтяне не... Но это не важно. Я думаю, что, может быть, там даже друг другу помогали где-то. Это тоже не исключено. Но, ну, неважно, оценка 5 с плюсом. Но, в первую очередь, от этого... Это помощь Украине огромная, что эти заводы уничтожены, потому что эти шахиды, они и убивали, и проводили разведку, и разведку боем. Это нехорошая вещь, хотя она не такая уж умная. Но, да, это похоже. Опять же, я хочу напомнить, что вот эти же эксперты у вас в стране, вот эти вот ссоровская свора запугивала, что, не дай бог, вернется на Таньяху, он вообще откажется от Украины, потому что он вообще ненавидит Украину, что его предки там... Мы видим, что это опять неправда, что это опять дезинформация, или как-то они называют... Они сами придумали этому названию, как-то УПСА или ИПСО, что-то такое информационно-психологическое. Сами все время крутят, вернят это, а потом обвиняют других, что они ИПСО там. Я... Или УПСА, я не помню, как они называют. ИПСО называется, да? ИПСО, да. УПСА брали лучше. Добрый анекдот из моего детства. И мы видим, что это не так. И мы видим, что Натаньяху должен, конечно же, заботиться о своей стране. У них огромные проблемы с Сирией и с Ираном, а это Россия спонсирует все. Но все равно такие люди, как Натаньяху, как его брат Йонатан, который погиб в Энтебе во время... Это люди, которые все равно примут правильную сторону истории. Они все равно правильные. И я вам скажу больше того. Никто, как израильтяне, больше не идентифицирует себя с Украиной. Они понимают, что Украина сегодня в очень похожем положении, в котором был Израиль. И если все игнорировали Израиль, и все игнорировали евреев, то евреи и израильтяне не могут это сделать другим. Они должны, обязаны, морально обязаны помочь Украине в этом. Я считаю, что я обязан. На своем примере. Обязан помочь Украине. Обязан быть с Украиной. Потому что мы не можем. И вот вчера я был в центре, в еврейском, с раввином Йонатом Марковичем, главным раввином Украины, где мы в Флориде собрали очень приличную сумму для помощи еврейская община в Майами, в Форт-Лоттердейле, собрала очень приличную сумму на помощь Украине. И вот вчера мы это делали у Йоната Марковича, гуманитарная помощь там была. Потому что люди не могут так себе. Люди должны понимать, что да, история была тяжелая, не надо ее забывать, но сегодня другие времена, и мы должны смотреть в будущее. И Украины светлое будущее. Украина это когда нация куется. Это будет, это и есть такая страна, которая поменяет весь мир. Точно так же, как Израиль поменял и влиял с лекарством, с айфонами, со многими другими вещами, с демократией, со свободой в том мире, в котором этого близко не было. Кстати, перед избранием Абинемина Натаньяху, он уже выходил у лидера, я разговаривал по связи по скайпу с главным редактором лучшего радио, есть такое радио в Израиле, с Визильбером. Игорь выступал с ним. Да, когда я спросил его относительно позиции Абинемина Натаньяха, негативную сторону Украины, он сказал, мне вообще не факт, и посмотришь, в ближайшее время произойдут перемены. И через какой-то промежуток я ознакомился с тем, что Абинемин Натаньяху на самом деле может совершенно изменить свою точку зрения по поводу помощи. И это наводит на позитивное размышление. Но это не только ООН. Мы будем понять, когда мы говорим о Борисе... Потому что Израиль за прежнего премьер-министра старался немножечко дистанцироваться от украинских проблем. Ну, давайте будем откровенны. Я вообще не знаю, кто был предыдущий премьер-министр, потому что он вообще, по-моему, был ни рыба, ни мясо. Он должен был быть консервативным, а он был левым. Но, послушайте, в Израиле, ты тоже не знаешь, как есть. Но опять же, когда мы говорим о Бенджамине Натаньяху или о Байдене или о Борисе Джонне, эти люди, они же не индивидуальны, они же в партии, они же... Это тоже коллективное. Когда мы говорили о Советском Союзе, о Брежневе, Брежневе тоже был не один человек. Там было политбюро, он должен был считаться со многими мнениями. Единственные там, но не единственные, кто не должен был, это Гитлер, Сталин, Путин. Вот это такие, где они вообще... они тираны, которые только... Они управляют всем. Более-не-менее вменяемые лидеры, они, конечно же, окружены публикой, которая их заставляет делать то, чего они не хотят делать. Но Бенджамин Натаньяху, я считаю... Вот здесь я скажу свое мнение, потому что я считаю, что такие люди, как Бенджамин Натаньяху, как президент Никсон, как Голда Мэйер, ну, многие, как Рейген, эти люди, ну, и Трамп тоже, я считаю, что они все равно встанут на правильную сторону истории, в ущерб себе. Борис Джонсон, они встанут на правильную сторону истории, даже в ущерб себе. И такие лидеры всегда появляются вот в такие тяжелые времена. Ну, нужно пройти эти тяжелые времена. Пожелаем всем мужества и будем верить в вооруженные силы Украины и всех тех, кто нас поддерживает, потому что действительно то, что происходит, это тотальный ужас. Никогда не думал, что это когда-нибудь случится. Но такова жизнь. Гарри, спасибо вам большое. Спасибо, что пригласили. За то, что ответили на мои вопросы, за ваши мысли. Спасибо и вам, уважаемые телезрители, что были с нами. Моим гостем был американец Гарри Табах, военный эксперт. Благодарю за внимание. Оставайтесь с нами в дальнейшем. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал и, как я всегда говорю, не теряйте оптимизма. С большим уважением, Виталий Дикий. До встречи.